Всем привет! Добро пожаловать в прохождение карьеры в Sims 4. Это карьера полицейского, точнее детектива. В общем, наш Фил, как видите, уже в хорошем настроении. Это утро следующего дня после того, как мы получили повышение. Теперь мы... мы, он точнее... Сейчас мы посмотрим, на каком он уровне, на втором, как он называется. И, как вы видите, наша квартирка немножко получше стала. Появились шторы, появилась лампа, появился цветочек. Сейчас я вам немножечко покажу нашу квартиру обновленную, потому что он получил премию, он получил зарплату, понятное дело. Я немножко улучшила квартиру. И он, собственно говоря, сидит и играет в шахматы. Но шахмат мы не видим. И он, кстати, еще в пижамке, потому что он, ну, как бы не так давно проснулся. А что он тут лежит? Непонятно. Так вот. Как видите, у нас вот здесь уже совсем такой уголочек обжитой получился. У нас раньше было только кресло, диван и телевизор. Теперь у нас тут вот уютненько, я надеюсь, уютненько стало. И что-то у нас здесь изменилось. Или нет, ничего не изменялось. А, ну, вот, как бы весь этот участок, он стал такой обжитой. Я надеюсь, мы, кстати, сможем сейчас пойти на работу вместе с ним. Я чуть немножко пропустила этот, ну, вот эту штуку, которая выходит, чтобы пойти вместе с персонажем. Ну, если что, то придется на следующий день что уж поделать. Зато он у нас супер внимательный, потому что мы пылесосили. Это самый лучший вариант, короче, чтобы обрести внимательность на долгое время. Это пропылесосить. Ну, и поиграть в шахматы. Итак, у нас детектив второй уровень, и он у нас офицер. Вот, он у нас офицер, он у нас работает со среды. О, воскресенье, кстати, вот мы теперь на выходных работаем с 8 до 5. Нам нужно отправиться на место преступления один раз и заступить на дежурство. И, в общем, мы сейчас, наверное, поедем. Я надеюсь, мы за эту серию сможем еще повыситься до третьего уровня. Я не знаю, что там нас ждет, но нас что-то ждет. А, вот, следующее повышение младший сержант. А потом, видимо, сержант, а потом еще кто-то. В общем, поехали на работу. Я надеюсь, мы все-таки на нее поедем. Ну, что ж, мы в участке, и это все-таки следующий день. То есть, я все-таки пропустила эту плашечку, где присоединиться, и наш Фил сам сходил. Ну, кстати, не сильно прокачал эффективность работы. Ну, так, просто сходил и сходил. Ну, и ладно, простим мы эту оплошность, и мне ему. Но мы, наконец-то, в участке. У нас дождик, мой любимый дождик. И нам нужно... Ну, вот, типа, наполовинку вот это и заполнилось. Нам что нам нужно? Давайте это я закрою. Посмотреть базу данных полиции, искать в базе данной полиции и отправиться на место преступления. А у нас вот это вот все. Это что? Вот мы же тут что-то начинали, мне кажется. А надо опять отправиться на место преступления. Интересно то же самое. Давайте пока вот не сильно заняты компьютеры. У нас вот только один компьютер занят. Давайте-ка поищем. Так, нам... Что нам нужно? Посмотреть и поискать. Так, искать в базе данных. Что мы будем? Заявление свидетеля. Давайте заявление свидетеля. Давай. Ускорим тебя. А где наша красивая коллега? Потому что они тут все с усами. Это у них фишка. Нам тоже надо будет отрастить усы. Ну, в смысле того, что оставить одни усы. Поприться и потом оставить одни усы. Это, кстати, идея. Да, мои хорошие, давай ищи. А мы пока поищем твою красивейшую коллегу. Потому что у нас сегодня день любви. Любви и верности. Ну, какой пузатик смешной. Этот галстук. Лежащие на пузе. Так, в прошлой серии я тут общалась с начальником, который не начальник. Вот же наш начальник. Это просто кто-то там сидел за его местом. Это я была не права. Так, у нас вот эта женщина. Вот она, красотка наша. Привет. Мы должны запомнить. Ее зовут Бекка Кларк, офицер. Мы с ней пообщаемся как-нибудь. Так, сделать снимок на месте регистрации. А ты уже улику нашел? А, нет, он еще ищет только. Сейчас он поищет улику. Мы тогда решим, что мы будем делать. Поедем на место преступления или пока тут потусуемся? Что там надо? Да, улику на схему. Давайте, наверное, здесь пока побудем. Я бы не хотела ехать на место преступления. Просто, да, добавить улику. Добавь, пожалуйста. Может, и не надо будет, в принципе. Может, мы тут потусуемся. Хотя, чисто технически нам надо выехать, по-моему, да? Отправиться на место преступления. Эй, нам надо, да. Так, а что у нас тут? Нашел улику и что? Доступная ориентировка. А, давайте глянем. У нас было две. О, четыре. У подозреваемого рыжие волосы. Подозреваемый угрюмый. Носит рубашку с длинными рукавами. Подозреваемая носит юбку. В общем, рыжая угрюмая женщина в рубашке с длинным рукавом и в юбке. Хорошо. Я тебя поняла. Так, что там дальше? Ну, короче, нам надо ехать на место преступления, потому что нам это по заданию надо. Потому что, наверное, следующий день мы посвятим дежурству. Поехали тогда. И мы на месте преступления. Мне кажется, это какое-то другое место. О, я хорошо знаю этот дом. Он прикольный, но не очень удобный. Я здесь играла в 100 детей. У меня здесь были вот тоже детские комнаты. И здесь, по-моему, детская была. В общем, он какой-то странный. И я, кстати, в дневниках дизайнера тоже здесь была. То, что переделала. А, кстати, как его? Карьера дизайнера, это будет единственная, которую я не буду сейчас проходить. Потому что у меня есть целый отдельный плейлист, где я его проходила, эту карьеру. Так что это точно мы не будем проходить. Вот. Одна у меня уже есть. Теперь дальше буду. Так. А что мы здесь можем сделать? Взять образец улики и сфоткать, да? Делать фотографию. Я тоже хочу. А тут занятый свидетель. Тут еще кто-то платит, видимо. Так. Взять заявление. Чего все стоят-то, а? Немножечко тупим, да? Немножечко. Тут прям произошло преступление. Мы сейчас со всем разберемся, не переживайте. Единственное, что я не понимаю. У нас там ориентировка, это по старому делу. Мы это уже новое дело заводим. Там как-то так оно непонятненько немножко мне. Зачем распыляться, если лучше? Хотя, на самом деле, это ближе к реальности. Потому что пока занимаешься одним делом, там еще что-то происходит. Ты же не скажешь преступникам, давайте-ка все по порядку, пожалуйста. В очередь выстроитесь, а потом совершайте свои преступления. Потому что у меня тут текущих дел слишком много. Так, у нас свидетель второй. Я хочу его допросить, потому что нам нужно... Они как-то так появляются, типа по одной штучке. Вот, следующий... А, вот, мы уже можем вернуться. Сейчас мы по одному разу еще сфоткаем. Поговорим со свидетелем. И на этом все. Тут тоже вот сидят, общаются со свидетелем. Окей. Хотя тут много всяких штук. По всему участку. А что-то я отменила себе действие-то, я не поняла. Нам осталось поговорить с этим, со свидетелем, и все. И мы побежали, побежали. Потому что у нас еще куча работы там, в участке. Я еще хочу сегодня пообщаться с этой коллегой. Нам иногда, кстати, выпадает задание поговорить с коллегами. Вот я хочу с ней поговорить. Потому что у нас сложится пара. Почему бы и нет? Почему только о карьере думать? Можно и о душе. Так, фурорчика классно сделана. Так прям детальки проработаны. Интересно, эта форма как-то отличается с предыдущей? Вроде как да. Но я не понимаю, действительно она отличается или нет. Так, все. Свидетельство. Нокс описал то, что видел. А еще одного, да? Ну, пошлите вот этого молодого человека опрашивать. А что он делает? Он фигурку в ухо или в голову засовывает? Как-то немножко странно. Он так одет, интересно. Спортивный такой. Чаровашка. Так, давайте мы тебя ускорим. Все, беги, пожалуйста, следующего свидетеля. Опрашивать и все. А, свидетель к тебе придет, серьезно? Да, свидетель к нему идет, а не к свидетелю. Интересненько, интересненько. И нам нужно быстренько возвращаться. Быстренько, быстренько. Угу, угу, угу. Ничего. Так, все, да? Все, мы в участок. Рассказать ничего полезного, может быть. Все, едем в участок. Фил наслаждается дождиком. Ему, видимо, нравится эта погода. А мы снова в участке, как вы видите. И нам нужно продолжать. У нас осталось, кстати, приличное время. И пять часов. Ого. Мне казалось, как-то поменьше. Так, что нам нужно искать в базе данных? Сделать снимок на место регистрации? Отправиться... Опять-таки отправиться на место преступления? Вы серьезно? Давайте займем компьютер. О, наша Бетти Кларк заняла место начальника. Вот такая вот она, женщина. Опасная. Может подсидеть вас? Может, может. Так, давайте, короче, искать, наверное, в базе данных пока что. Не знаю. Может, там еще чем-то с компьютером будет связано. Поделаем. Так, что нам там? Искать заявление свидетеля. Давайте поищем заявление свидетеля. Может быть, еще кто-то что-то видел. Аналогичные были какие-то преступления. Мы сейчас все это изучим. Если нам одолжат компьютер. Если дадут посидеть за ним. Я очень на это надеюсь, что нам сейчас допустят. Эй, а что они смотрят на работе? Странички какие-то просматривают. Это не по работе явно. Все. Товарищ встал. Мы сели, да? Да? Ну, отлично. Давай, работай. Хе-хе-хе, конечно. Сидишь. Так, мы нашли. И теперь проанализировать. Мы больше за компьютером ничего не можем сделать. Я думала, мы что-то сможем все же сделать. Но как-то нет. Ну, давай анализируем тогда улику. Не знаю, мы там еще подкачали немножко навык логики. Может, это поможет как-то? Что у нас там? Шестой уровень уже. Может, это как-то улучшит нашу работу? Я очень на это надеюсь. А вот тут пустой компьютер. Я туда ходила с этого. Сгоняла человека. С его места. Слушайте, совсем чуть-чуть типа не хватается. Вы серьезно? Капочки не хватает. Просто каплюшечки. А тут народ приходит, что-то жалуется. Ну, какой симпатичный молодой человек. Посмотрите. Восходящая звезда на оке Ито. Он пришел жаловаться, видимо, на фанатов, которые его достают. Горожанка тоже. Лилиана Киалоха. Она похожа с Сулани. Судя по ее нарядицу. Она такая из теплых краев. Какие интересные персонажи у нас вообще. Что у нас тут происходит? Анализируешь? Да, анализируешь. Так, у нас неудачный результат. Ну вот, нам чуть-чуть совсем осталось. Вы представляете? У нас малюсенькая капочка. А, нет, он все-таки засчитал нам, но у нас неудача. Я боялась, что нам уже не добавить это все. Так, ну что, добавляем еще улику. Я хочу прям, прям в своем первом деле все-таки не ошибиться. Вы знаете, как это не хочется. Слушайте, это прям так классно все сделано. Прям фоточки. Прям крутя. Крутя-крутя. Прикольно это все выглядит. Что-то счастливое. Так, доска объявлений переполнена. Отлично. Интересно, у нас что-то еще? Да, подозреваемая женщина. Да, ладно. Хотя мужчина тоже может носить юбку. Согласна. Ну, я думала, что у нас всего четыре, может быть. Но на самом деле, видимо, это не предел. Что мы еще можем? Поискать в базе полиции, сделать снимок на месте регистрирования. Ну, короче, уже можем все, что угодно, на самом деле, делать. Потому что мы уже все. Мы уже как бы отлично у нас все. Я хотела все-таки еще поискать в базе, но у нас, как обычно, все занято. Ну, давайте попробуем согнать вот эту женщину. Прости, конечно, дорогая, но нам нужен компьютер. Так, искать в базе данных. Давайте еще фотографию с мистер-реступлением. Может быть, мы найдем еще улику. А вы пока пообщайтесь, сходите попить и кофе. Не знаю, что-нибудь такое поделайте. Смотрите, что творится. Он сел, она еще не встала. Давай, ищи, работай, товарищи. У тебя еще есть время, чтобы поработать. Так, мы поискали. Видимо, какую-то улику мы все-таки нашли. Давайте еще добавляем. Я хочу прям мощную ориентировку, так, чтобы я наверняка не ошиблась, если честно. Потому что вот это задержание, это самое стрессовое. Я помню, что, собственно говоря, из-за этого я и бросила играть вообще за детектива. Потому что как-то у меня была какая-то череда неудач. И, в общем, это какая-то была печалька. А что у тебя с рукой, а? Почему у тебя папка сквозь руку прошла? Ну что? Подзеряем взрослый персонаж. То есть прям мы очень мощно разведываем о нашем персонаже. Слушайте, классно. Упражняться один час. О, у нас уже прошла физическая нагрузка. Отлично. Ну, идемте. Хотя я хотела уже по... Хотя бы познакомиться с этой барышней. Хоть немножко с ней пообщаться. Где она вообще? Вот она. Раз мы все выполнили, закончивая эту работу через час. Но у нас же тут все идеально. Давайте тогда пообщаемся с нашей Бекки Кларк. Обсудить теорию. Ну вот. По работе. Типа мы пообщаемся. На самом деле не очень по работе. Мы просто хотим познакомиться. Классная пробковая доска. Прям с блокнотиком. Ей не понравилось, вы представляете? Мы начали негатива. Сейчас мы все исправим. Сейчас все будет окей. Ей не понравилось, что мы по работе. Может, она хотела, чтобы мы с ней не по работе пообщались, а мы пришли, и так какой-то рабочий вопрос задали. Ей не понравилось. Наталья, пожалуйста, этот компьютер. Я с таким подозрением смотрю. Типа, что ты вообще пришел сюда? Ты мне не очень нравишься. Она романтик, книжный червь и активно. Вот. Зачем нужна была проницательность вручить подарок? Нет, это как-то, мне кажется, перебор для первого знакомства. Ну, я думаю, что сейчас мы с ней пообщаемся. Как раз вот у нас уже смена закончится, потому что она вот-вот хвастается повышение. Не надо хвастаться. А вот и закончилось. Отлично. Ничего, мы не продвинулись, но мы еще должны сходить на дежурство. Я так понимаю, завтра мы пойдем на дежурство. И не пообщались с девушкой. Обидненько. Обидненько. Новый день, новые задачи. И такое ощущение, что уже вечер, на самом деле, утро. Ну, в смысле, да, утро, 8 часов. Так уж много. У нас такая погодка просто, что тучи и прохладно, облачно. Короче, вы понимаете. Холодновато, холодновато. Весна такая прям, как у меня за окном. Темненькая, сыренькая, какая и есть. Так, наш заряженный фил уже такой пропылесошенный, внимательный. И мы будем выпускать ориентировку. Мне страшно. Так, давайте еще посмотрим в базе полиции. Я хочу еще и еще. Приветики, Бека. Мы вчера так и не пообщались. Меня выкинули из участка после работы. Наше начальство не любит, чтобы сотрудники задерживались. Так, посмотри базу данных. А, это я неправильно, по-моему, что-то нажала. Там есть два действия, я их путаю. Посмотреть. Посмотреть. Вот, посмотреть надо. А не посмотреть что-то конкретное. Уступишь нам место? А я потом тебе кофе угощу после работы. Возможно. Возможно и нет, но как получится. У нас, кстати, какой-то очень веселый праздник сегодня. По поводу... Что-то связанное с драками. Я так и не поняла, что это такое. Но я подумала, что это будет очень весело. Учитывая, кто наш Фил по профессии. Так, ну что, нам удалось еще какую-нибудь улику найти. Вот, добавить улику. Нам надо уже выпускать ориентировку. А еще нам нужно на дежурство заступить. Может, мы успеем сегодня? И преступника поймать и на дежурство немножечко заступить. Как вы думаете? И сможем ли мы сейчас еще какое-нибудь описание найти? Мне кажется, мы уже просто максимум сделали. Если честно. Доступная ориентировка. Я знаю, что доступная ориентировка. Да, уже все. Уже. Максимум давайте, выпуская ориентировку. Я так понимаю, она сейчас сразу кинет куда-то, да? Там где видели персонажа. Да, я была права. Слушайте, вот мы выпустили ориентировку. Почему все преступники у нас тусят в Уазис Спрингс? Как вы думаете? Это же Уазис Спрингс, насколько я помню. Почему они здесь все тусят? Это у них какая-то место сходки? Так. Ну вот. Вот, 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 женщина в ёбке. Подождите. Взрослая женщина, рыжие волосы. Вот рыжие волосы, угрюмая. Сейчас узнаем. Носит рубашку с длинным рукавом и носит юбку. Все, мы нашли. Слушайте, прям так быстро. Сейчас мы с ней поздороваемся. Если она угрюмая, мы быстренько ее арестовываем и бежим обратно. Потому что нам нужно сегодня еще успеть на дежурство. Что, так просто, что ли? Или мы настолько просто хорошо составили ориентировку, что она прям вот она перед нами стоит. Но надо с ней познакомиться. Что-то далеко-то. Она так посматривает на нас. Да, угрюмая. Ну вот. Все так быстро произошло в этот раз. Все-таки проницательность, она... Вот, видите, драться. Это... Как его? В честь праздника какого-то. Ты хочешь сначала с ней поболтать чуть-чуть? Или хочешь сразу арестовать ее? Как вы думаете? А он же, наверное, не сможет ее допрашивать. Наверное, еще... Еще нет, еще не дорос. Так, арест мы произвели. Выглядит прикольно. Все, поехали обратно. Так, мы вернулись. И, кстати, мы можем допросить подозреваемого. Круто! Слушайте. Давайте пойдем туда. Потом мы уже будем болтать со всеми прочими. Вот наша подозреваемая. Вае-бэе. Подозреваемая. Простите, я что-то с произношением. Сегодня не так. Драться не надо. Драться. Запереть в камере. Вот, допросить. Допросим, давайте. Я думала, что им еще не дадут это дело, если честно. Она прям в одиночной камере, круто. Смотрите, тут прям утолщенные стенки между... А эти в общей камере томятся. Так, ну что, ты идешь? Нет? Мы сейчас будем вот в этой пытошной. Будем направлять в лицо. Выглядит немножко страшно. А что вот это за пространство? Оно просто пространство без ничего. Без какого-либо назначения. А вот здесь что? Тоже просто коридорчик какой-то. Что-то я здесь как-то не была никогда. Вот тоже непонятно для чего. Не для чего, по сути. Так. Ладно, пошлите за Филом. Может, он уже... Да, он уже пошел за своей подозреваемой. Сейчас будет выдать. Там, по-моему, как-то можно хороший, плохой полицейский. Он у нас будет хорошим. Он у нас добрый персонаж. Я думаю, хорошим полицейским ему будет лучше. И что вы стоите? Идите уже. Пытайтесь. Ну вот, они сели. Друг напротив друга. И мания выглядит напряженно. Ага. Вот. Теперь нам нужны какие-то действия, чтобы, в общем, ее расколоть, насколько я помню. Вот, хороший коп, плохой коп, улика. Давайте хороший сначала коп. Вежливо просить информацию. Пока не будем жестить и давать ложные обещания. Представляете, что является другом. Это вот... Какая-то она подозревака. А-а-а. Мне кажется, она нам не доверяет. Слушайте, мы, похоже, доверили, доверили и ее завоевали. Мне кажется. Вот она начала продвигаться. Она уже должна полностью, насколько я помню, заполниться, да? Давай притворяйся ее другом. И потом еще что-нибудь нужно сделать. Плохим копом мы пока не будем. Так, другие варианты. Спросить личную историю. Вот. Это хорошо всегда располагает к себе. И потом еще что-нибудь сделаем. Давайте улику попробуем. Посмотреть папку сделаем. Показать визитную карточку. Показать улику. Отпечатки пальцев. Давайте. Давайте ускорим, потому что долго все это происходит. Мы хотим сегодня закончить этот допрос. Так, ну продвигается, продвигается. Что там? Она напряженная. Очень напряженная. Ну, он как-то не особо ее расслабляет. Ну, в принципе, может и не надо это делать. Так, он вот показывает улики. У нас конфужена. Ну, а на этом все пока что. Давайте еще какой-нибудь хороший коп. Еще раз притворись другом. Что мы еще можем сделать? Он грустный. Шикарно. Романтика. Улика. Закончить допрос. Ну, давайте еще улику. И потом еще надави. Назови на нее. Что-нибудь как-нибудь так. Притворить, что проверяешь телефон. Так, она начала нервничать. Мне кажется, уже вот-вот. И ему уже все. Она начала раскалываться. Мне кажется. О, видите? Мне кажется, уже как бы мы близки. Потому что бы... Вот, еще чуть-чуть. Давайте еще какую-нибудь улику ей покажем. И я думаю, на этом все. Вот, просматривать. Ну, что? Что-то ругается она у нас. Этот расстроен. Ну, все. Чуть-чуть-чуть осталось. О, она с нами ругается, реально. Что-то доказывает. Ну, что? Все? Раскололи мы тебя или нет еще? Так, подозреваемый виновен. Пора отправить этого преступную личность за решетку. У-ху-ху. Мы вроде справились, да? Да. Так. Добиться признания. Вот, наверное, видимо, нужно еще добиться признания. Ну, что? И? А потом? Запереть в камере. Так она вроде уже все призналась. А, все, да? Ну, отлично. Все, давай. Запирай ее в камере. И мы пошли дальше. Нам надо обсудить теорию раскрытия преступления с коллегами. Нам нужно еще начальника нашего найти. А она же не в этой камере была. Она вроде бы в этой камере. Или все равно, типа? А что ты ее оставила одну там? Ну, короче, мы поймали нужного персонажа. Слушайте, прям мы хорошо все проработали. Все улики. Все отлично, я считаю. Прям. Мы молодцы. Мы и Фил. Я и Фил молодцы. Так, начальник. Вот начальник. В этот раз я не этот... Ну, не сделала то, что надо. Обсудить теорию раскрытия преступления. Ну, вот. Он же тоже коллега. Так что и так, и так. Че-то ты грустный, да? Че-то ты грустный. Ужасный праздник. Неудачно? Ну, да. Мы праздник проигнорировали. Это есть такое. О, ну, наконец-то они там уже. Загружаются в камеру. Как-то сильно долго все. Дело закрыто. Хорошая работа. Но есть еще один правонарушитель. К сожалению, преступность не дает. Ну, короче, окей. Окей, ура-ура. Наше первое раскрытое дело. Причем удачно раскрытое дело. Это очень классно. Это очень приятно. Хе-хе-хе. А как тут все-таки поговорить с начальством? Вот мне интересно. Вот начальник. Как нам с ним поговорить? Дружелюбно. Ну, давайте вежливо познакомимся. А дальше посмотрим уже. Может, все-таки выпадет знакомиться с начальством? Что-то как-то начальник, мне кажется, не в восторге от нас. Какие-то мы сильно грустные для него. Он инсайдер. Эгоцентричные высокие запросы. Как интересно. Как интересно. Ну что? Драться, обсудить. Просить советы. Но нет у нас именно с начальником, как с ним поговорить. Что это такое вообще? Как это возможно и невозможно? Мы сейчас не выполним. Так. Служебный сплетни. Еще эти любимые цвет. Сорплата. Так. Сейчас. Подождите. Что нам нужно? Поговорите с начальником полицейского участка. Надеемся, вы выдержите хорошую... Сможете выдержать хорошую сбучку. Видимо, карьеру как-то надо обсудить. Может быть. Поднять настроение, технику фитнеса. Вот. Спросите о карьере. Может быть. Что-то около того. Должно же это как-то сработать. Мы должны найти выход из этой ситуации. Перестанем просто болтать. Это у нас что-то прогресс вообще не очень. Мы, видимо, сегодня не успеем на дежурство. Видимо, это все-таки через... Ну, у нас следующий день придется идти отдельно на дежурство. Что иначе никак. Ну, чего вы болтаете и болтаете-то? Они не могут остановиться. Они болтают и болтают. Я им отменила уже давно действия. Они все болтают и болтают. Все. Я тебя отменяю. Сходи хотя бы на... Ярмарка еще началась. На этом. Бескомфорт. Ему не нравится креслица, на котором он... Упражняйся один час. Раз ты не можешь никак наболтаться со своим начальником, у нас как-то не получается поговорить. Надо почитать об этом. Как решить эту проблему? Она же в любом случае решаема. Просто нужно как-то подобрать колючек к этому всему. Мы разберемся. Вот для этого я здесь, чтобы разобраться со всеми этими делами. Давай, побегай. Хотя бы, может, дискомфорт уйдет. Разомнешься после неудобного креслица. Женщина, которую мы арестовали в прошлый раз, она все нам названивает и названивает. Непонятно зачем. Ты у нас потеешь там, что ли? Да, прям потеет. Пошел, пошел, пошел. Слушайте, получи дело. А может быть, мы уедем все-таки на дежурство? Попробуем. Может, мы успеем. Слушайте. Может, нам засчитается. Вот, заступить на дежурство. О, перекинула сразу. Может, успеем, кстати. Слушайте, опять у нас квартиры выкинуло. Но это нам нужно выходить на улицу, короче. Я поняла уже, что если мы в квартире оказываемся, значит, мы должны выплыть на улицу и, короче, здесь патрулировать. Нам нужно общаться с гражданами, выписать один штраф и патрулировать два часа. Интересно, мы сможем патрулировать два часа? А там, по-моему, можно как-то остаться на работе чуть подольше. А граждан-то нету, вообще никого нету. Смотрите, вообще ни единой души. О, вон там кто-то есть. Подождите. А то вообще-то как-то так. Беги сюда, пожалуйста. С женщиной Катариной. Моя любимая Катарина. Приветствовать, вежливо познакомься, пожалуйста. Нам нужно всё успеть. Я очень надеюсь, что мы успеем попатрулировать. Так, нам нужно проверять, чтобы какие-нибудь нарушения увидеть. Смена окончена. Ну вот. Не успели мы ничего, короче. Придётся всё завтра доделывать, чтобы нас повысили наконец-то. Наконец-то солнечный день. Утро следующего дня. Мы вчера не получили повышения. Но самое главное... Ой. Самое главное, что мы вчера сделали, это всё-таки нам засчитали дежурство. А это было основным нашим мотивом. Поэтому мы сегодня должны прям постараться. Прям сильно постараться. Слушайте, а в каком мы городе находимся? Чё-то я не могу понять. Где мы? Мы, наверное, в этом. Нет, я не знаю. Ладно. Может, вы мне подскажете. Кстати, я ещё так и не выяснила по поводу начальства. Но я это выясню. Сегодня что мы должны сделать? Мы должны вначале получить дел. Делиться нашим. Так, получить дело. Иди, получай, пока компьютеры свободны. Надо всё-таки попробовать, кстати, купить ноутбук, взять с собой и посмотреть. Хотя, в принципе, они нормально. Встают более-менее быстро. Мне кажется, хотя с ноутбуком, наверное, быстрее не получится. Лавина Чопра. Постоянно вспоминаю о вас. Загляните. Так, давайте то, что связано с компьютером, мы ещё можем что-то поделать. Странно, что вас не отправили сразу на место преступления. Какими-то делами. Искать в базе данных. Искать в базе данных чего-нибудь. Заявление свидетеля преступления. Ну ищи. Пока мы заняли компьютер. Что-то больше никого нет. Слушайте, а что, утром не надо приходить на работу? Почему остальные ещё не на работе? Дежурного нет. Что такое? Ну, сегодня, конечно, воскресенье. О, наша подружка уже на месте. Ну, странно, что тут никто не сидит. Очень странно, что тут никто не сидит. Ну, да ладно. Что ты там? Почему у нас не этот? Почему ты так и ничего не искал? Почему ты сидишь просто так? Мне вот очень сильно интересно. При том, что нам сегодня очень сильно надо прям поднажать и все три заполнить. Обязательно, обязательно, обязательно. Так, с этим мы покончили. Так, а что? Мы же не были на месте преступления. Почему мы начинаем новую схему? Или мы так? По-рассказу? Что там было? Что там будет? Может, это уже собранные улики? Может, мы чьё-то дело заканчиваем? Кто знает? Так, что нам? Добавь улику. Добавь. У Блаши Дринка. Но мы сейчас не можем. Мы сейчас на работе вообще-то. Какие-то новые, кстати, фоточки. Мне кажется, этих не было в прошлый раз. Это вот, видите, преступление, связанное с этими... С какими-то предметами роскоши. Статуи. Холодильничек. Такой какой-то. Так, подозреваемый подросток. У-у-у. Стремненько это. Вот, видите, он украл статуэточки, видимо, подросток какой-то. Да что ж, вы, бесконечные фестивали какие-то. Статуэточки всякие. Искать, опять искать в базе данных. Ну, давайте. У нас сегодня канцелярская работа. Сегодня как-то народу немного. Какая-то такая полурасслабушная атмосфера. Ну, значит, так. Может, не надо будет даже на место преступления ездить. Было бы вообще круто, потому что времени тратится тоже очень много на всё это дело. Сядь, сядь, пожалуйста, ищи уже, наконец-то, свои улики, милый мой и дорогой. Потому что всё-таки как-то времени у нас осталось не так много, а мы даже один не заполнили. Так, окей. Ты хочешь в туалет? Добавить ещё одну улику в схему преступления. Ну, добавляй, давай. Добавь улику. Что у нас тут с прогрессом? Отличная продуктивность, отличная. Ну, мы ещё не дотянули вот до этого. Поэтому не факт, что у нас что-то получится сегодня. Но очень сильно надеюсь. Если вот некоторые не будут просто так сидеть, а потом ещё сходят в туалет, было бы идеально. Я думаю, что... Я очень надеюсь, что мы успеем. Но, судя по всему, нет. Иди, пожалуйста. Чего ты зигишь? Так, у нас персонаж активный. Мы ещё нашли одну улику. Отлично. Так, он пока побежал в туалет. Да, потому что у нас уже портится настроение. Вот, всё-таки отправиться на место преступления. Нет, мы решили, что мы сегодня уже не поедем. Давайте анализировать улики. Анализируй. Что у нас тут есть? Что-то есть. Так что, давай, наверное, здесь уже сиди. Раз у тебя есть улики. Мы же ходили в прошлый раз на новое преступление. Видимо, мы его расследуем. Потому что предыдущее мы дело закрыли. Так что мы можем дальше. Пока не поедем на следующее. Может, не мы сегодня дежурные, и не мы поедем вообще дальше работать. О, смотрите, какая красивая ещё... Какие тут красивые женщины работают? Что это такое? Это участок вообще? Место работы? Или этот... Домоделей? Ну, правда, симпатичные. Эти товарищи тут... Они постоянные какие-то? Или нет? Тут одни и те же? Прораступник. Они все в стену смотрят. Прораступник Сингомори. Это женщина какая-то. Сан-ви-най. Най. Как-то это странно всё. Так. Это спицы. Ну, потому что нету... Никто не может у него принять заявление. Он спит просто. Или его выпустили, а он не хочет идти домой. Типа, дома всё равно жена наругает. Или девушка выгонит. Поживу-ка я у вас тут. Так, ну что? Удачно? О, блестящий результат! Вы посмотрите, посмотрите. Так. У нас тут... Ага, занят компьютер. А тут есть свободный компьютер. Ну, окей. Давайте бежим сюда и ищем в базе данных. Может, мы, правда, никуда не поедем сегодня и справимся так. Отделаемся лёгким испугом. Ну, конечно, немножко надежды нет. Если честно, что у нас сегодня удастся всё хорошо сделать. Ну, что если того, что добиться повышения... Такая надежда немножко призрачная, если честно. Но она всё-таки есть. Так, кто нам там занят? Никуда я не хочу. Я на работе, между прочим. Так, проанализировать тюлик. О, слушайте, хороший прогресс. Случился хороший прогресс. Отлично. Анализирую. У нас ещё что-то осталось. Одна штучка осталась. Одна штучка. Но мы до конца всё сделаем. А чё у них там затусня какая-то? У нас тут сломанный компьютер, лаборант, офицер и детектив. Они тут все тузят. Что это такое? Интересно. Прямо интересно. Неудачно. Серьёзно. Неудачный результат. Но хотя бы нам засчитали его. Уже хорошо. О, и компьютер есть свободный. Побежали обратно. Ну, не всё, кстати, как-то по очереди было. А то мы туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Ищем в базе данных. Не знаю, фотографии с места преступления. У нас ещё есть ещё чуть-чуть. Вот так вот. И сели друг на друга. Это как-то очень крепово. Так, добавь, пожалуйста, беги. У нас... О, вроде всё, да? Мы успели. Но всё равно. Мы успеем ещё добавить элику. И не отправлялись на место преступления. У нас хватило данных и так. Круто. Мы сейчас узнаем, кто у нас ещё. Этот товарищ. Он у нас подросток какой-то там ещё. А, каштановые волосы он имеет. Слушайте, он хорошенечко так вообще, между прочим, прошёлся. Смотрите, ещё картины, скульптуры. Вот он, да? Угу. Доступная ориентировка. Что мы ещё можем сделать? Добавить на схему улику. А мы ещё... У нас есть ещё улики. Это круто. Мы тогда сможем достаточно уже скоро ориентировку выпустить. Подростка. Это мальчик или девочка, интересно? Сейчас мы узнаем. Брюки-клёш. Угу. А что у нас ещё? Вот, доступно. Ну, рано ещё для ориентировки, конечно. Носит брюки-клёшка, штановые волосы, активный персонаж и подросток. Окей. Добавить улику. Ещё добавить. Мы ещё? Серьёзно? О! Нас повысили. Нас повысили. Фил сегодня отлично поработал. Похоже, будучи ему усилить значок. Ага. Так, Фил получает повышение до должности младшей сержанта. За прата. Также он получает премию. Вот эти все штуки. Угу, угу, угу. Следующая смена в среду в 9.00. Серьёзно? У нас два выходных? Понятно. Ну, окей. Похоже, наш Фил очень рад его повышению, что он проделал хорошую работу. Теперь он младший сержант, насколько я помню. В общем, мы получили следующее повышение, с чем я нас и поздравляю. И, собственно говоря, в следующей серии, я надеюсь, мы ещё продвинемся. То есть у нас получилось вот всего три дня, которые мы были с Филом, а один день он, получается, сам отправился, и мы получили повышение. Ну, нормально, как бы три дня и повышение, три дня и повышение. Я думаю, что такими темпами мы достаточно быстро продвинемся по карьерной лестнице. Нам осталось выяснить, как правильно говорить с начальником. У нас как-то не получается поговорить с начальником, но я с этим разберусь и покажу вам. Он, кстати, ещё в старой форме, интересно, а новая форма ему что-то даст? По-моему, у них какого-то сильного отличия нет. Может, фуражка будет немножко другая. Хотя посмотрим. В следующей серии мы всё увидим. И я, и вы. Так что подписывайтесь, ставьте лайк для следующих серий. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok